Спасибо. Доброе утро. Я рада всех вас видеть тоже. И замечательно, что вы заранее прислали мне вопросы некоторые. Я постараюсь в течение нашего эфира на все вопросы ответить, и те, которые вы прислали сразу, и те, которые будут появляться в чате, либо во вкладке «Вопросы». В общем, задавайте, не стесняйтесь, чтобы у нас получился не только мой монолог, а получилась интересная и полезная для всех беседа. И я сразу с некоторых вопросов начну, потому что они как раз подходят к нашему началу. Итак, сейчас тут был такой интересный вопрос. «Какие новые книги появились?» Надежда Николаевна спросила. Я об этом расскажу как раз позже, в самом конце. Об этом я обязательно скажу. Но, наверное, начнем с вопроса... Так, с вопроса... Любовь задала вопрос. «Как вы стали писателем?» Потому что здесь не все меня знают. Кто-то уже слышал мои эфиры, кто-то со мной впервые. Поэтому давайте немного познакомимся, и я расскажу о себе. Ваше приветствие я себе вижу. Доброе утро. Спасибо. Мне очень приятно их читать. Итак, как все начиналось? Начиналось все в далеком детстве, когда мне было 5 лет. И я написала свое первое стихотворение, посвятила его кошке. Наверное, как многие дети, я мечтала, чтобы у меня появился питомец. Я люблю одинаковые собак и кошек. Но на собаку родители не соглашались. А вот котенка однажды принесли. Это была такая замечательная кошка Мурка. И вот она стала моей первой музой. Именно про нее я написала свое стихотворение. Потом стала писать другие стихи. И, в общем-то, я долгое время, уже и взрослая, я писала только стихи. Это было эпизодически. Это было эпизодически, хотя кроме стихов в моей голове постоянно существовали какие-то истории. Постоянно были какие-то фантазии, персонажи. Я что-то придумывала с самого раннего детства. И когда мне было 10 лет, я написала тоже в своем блокноте, что хочу стать писателем. А на другой странице хочу стать учителем истории. Вот две такие разные были мечты. И так вышло, что сначала я стала учителем истории. Я окончила исторический факультет. Преподавала историю в колледже. Потом занималась больше наукой. Работала в историческом архиве. Писала научные статьи. Но детская мечта не отпускала. И я решила все-таки ее осуществить. Стихи я также продолжала эпизодически писать. Но в тот момент там не было такой какой-то серьезной работы. Просто что-то написалось. Куда-то иногда на какие-то сайты я их отправляла. А серьезная работа началась гораздо позже, когда в 35 лет я попала на семинар для детских писателей. И там я послушала мастеров, послушала других участников семинара. Поняла, что мне надо работать над собой. И тогда может что-то действительно поучиться. Тогда я смогла осуществить свою детскую мечту. И дальше я участвовала в конкурсе «Новая детская книга». Наверное, знаете этот конкурс. Кто знает, нажимайте на наш огонек, чтобы я видела, что вам известен этот конкурс. «Новая детская книга» от издательства «Росмен». Так, ну вот два огонька я вижу. По крайней мере, некоторые видят. Даже три, четыре. Так, хорошо. А кто не знает, это такой довольно крупный конкурс. Для всех авторов, которые пишут на русском языке, независимо от того, где они живут, в какой стране, все могут присылать свои работы на конкурс. И вот в 2016 году я попала в финал этого конкурса сразу с двумя работами в разных номинациях. Младший и старший. И это было для меня, конечно, очень здорово, потому что выйти в финал такого конкурса, там всегда идёт отбор из нескольких тысяч участников, из нескольких тысяч работ. И после этого финала меня заметили сразу другие издательства. И эти два текста, которые я посылала на конкурс, они были изданы один в издательстве «Онтология», «Санкт-Петербургское издательство», другой в издательском доме Мещерякова. Так вышли мои первые книги. А в следующем году я снова участвовала в конкурсе, и тогда уже финал вышла с детским текстом для самых-самых маленьких. Вот вы его видите, кстати, на экране в презентации. Это «Расплетайки». Расплетайки, которые были изданы затем в издательстве «Росмен». И как раз «Расплетайки» — это первая моя игровая книга. Мы сегодня будем с вами больше говорить о том, как играть по книгам. И «Расплетайки» — вот эта книга, которую я когда ещё писала, я думала о том, как я буду встречаться с детьми и как можно поиграть по этой книге с детьми потом по этим историям. Я сразу это увидела, как из каждой истории можно сделать какую-то игру. Потом, кстати, и библиотекари многие, и воспитатели детских садов, у которых была эта книга, они придумали свои игры. Те, которых не было у меня. Вот, кстати, у меня тоже в руках эта книга «Расплетайки». Я вам покажу, вообще-то, история про девочку Тальку, девочку с волшебными косичками. Мало того, что они у неё разноцветные, одна красная, другая синяя, но когда они расплетаются, происходят какие-то чудеса. Там так и сказано. Косы расплетаются, чудеса свучаются. И каждая история этой книги, в каждой истории как раз косы расплелись, произошло что-то смешное, что-то необычное. Но кроме того, что эти истории можно просто почитать с ребёнком, почитать, посмеяться, тут много игры слов, в них можно поиграть и использовать их для закрепления каких-то детских навыков важных. Вот как раз тут был вопрос. Вопрос, и так, сейчас я скажу, от кого. Татьяна Данилина вопрос мне прислала. Интересно по книгам Марины Тараненко «Узнать о педагогических находках при чтении книг». То есть я так понимаю, как можно использовать эти... Ну, использовать, наверное, не совсем подходящее слово. В общем, как можно не просто поиграть, а поиграть ещё с тем, чтобы чему-то ребёнок мог научиться. Вот я вам приведу пример из книги «Расплетайки» по одному из рассказов. Так, сейчас скажу, тут вообще 16 рассказов всего. Есть рассказ «Тайка и снежинки». В этом рассказе мальчик случайно роняет тарелку с супом. То есть суп у нас на полу, и этот суп убегает вообще из столовой и убегает из детского сада. И есть вот... и все, кто находятся в это время, находился в столовой, и воспитатели, и дети, конечно же, бегут этот суп ловить, бегут его догонять. И вот тут такой текст. И все за ним побежали, мальчики, девочки и нянечки, высокая и низенькая. А суп выскочил из детского сада и давал бегать по улицам. И прямо бежал, и направо поворачивал, и налево, и через кусты перепрыгивал, и на деревья залезал, и под скамейками прятался. Все за ним гонялись, никто не поймал. Вернулись в детский сад, а там снежинки лежат в тарелке и смеются. Тайка так и не поняла, снежинки это были, или смешинки. То есть вот, казалось бы, такой простой текст, погоня за супом. Детям смешно и весело, как это так, суп убежал, надо его догнать. Но дальше я провожу такую игру, причем независимо от того, встреча это у нас реальная или виртуальная, эту игру очень удобно проводить. Смотрите, мы вспоминаем, как у нас бежал суп. Он бежал прямо, он направо поворачивал, налево поворачивал. Что он дальше делал? Через кусты перепрыгивал, на деревья залезал, карабкаемся на деревья и под скамейками прятался. И, конечно, вы все понимаете, что мы здесь повторяем, закрепляем такие навыки, как право-лево, прямо, над, под. То есть вот это все в игровой форме. Малыши очень хорошо повторяют и запоминают. И если путаются, то им вот такая игра, как разминка и повторение вместе со всеми. Как бежал этот суп, где у супа право, где он поворачивал направо, где он свернул налево. Вот это мы все повторяем через игру. Есть здесь, кстати, у тайки замечательный папа-музыкант, который все время поет. И тоже такая игровая история тайка и птички. Здесь мы закрепляем такие понятия для ребенка, как тихий, громкий, длинный, короткий, веселый, грустный. Потому что когда я играю в игру по этой истории, дети разделяются на пап и птичек, и должны вместе, должны петь, допустим, тихо поют сначала только папы, потом поют птички. Вот тут такой текст. Иногда песенка у папы тихая, пам-пам. Иногда громкая, пам-пам. Иногда длинная, пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам-пам. Иногда короткая, пам. Иногда веселая, пам-пам-пам. Иногда грустная, пам-пам. И вот это всё мы с детьми, тоже разделившись на команды, изображаем, показываем, поём песенки и заодно вспоминаем и проходим. Если это самые малыши, то для них будет понятно, что такое тихий, громкий, длинный, короткий. Вот это тоже очень хорошо с самыми маленькими детьми изучать. Вообще здесь много также звукоподражания, поэтому книга хороша и для самых-самых малышей. Они тоже включаются в игру, они слышат какие-то знакомые слова, звуки смешные. Вот даже тот же «папа-пам-пам», кстати, им очень нравится, что не просто «папа», а «папа-пам-пам». И здесь идёт такая игра слов. Что касается игр более спокойных. Вы видите в презентации у нас расплетайки, вот такие закладочки. Кстати, эти закладочки придумала не я. На одной из презентаций их придумали сначала в Ростове-на-Дону, потом эту идею подхватили во многих библиотеках, то есть когда проводили свои мероприятия в библиотекаре, они делали потом мастер-класс. Раздавали вот такие закладочки, просто распечатывали. Там на листиках можно распечатать эту тайку, либо её можно нарисовать, кому как больше нравится. Продевали вот эти вот ниточки, тоже довольно просто, ниточки, верёвочки, тут кто что придумает. То есть фактически всё, что нужно сделать, это взять, распечатать изображение тайки, либо нарисовать его на картоне, сделать две дырки и вот такие вот косы. И дети потом все заплетали. То есть заплетали эти косички, это ещё и, конечно же, мелкая моторика. Есть у меня на экране, вы видите, и большие косы. Это, конечно, только для игры, для реальных встреч. У меня таких, два набора таких кос, и дети командами тоже заплетали их. Учились здесь была работа и на логику, потому что надо было сообразить, как правильно та команда, которая правильно построится, кто за кем будет перебегать и заплетать ту косичку, та, естественно, и выигрывала, потому что здесь была нужна даже не быстрота в первую очередь, а правильно понять, как это делать, механизм этого плетения. Кстати, с удовольствием играют по этой книге не только девочки, хотя некоторые думали изначально, что она девчачья, потому что девочка с косичками, вот как бы первый взгляд на эту книгу. На самом деле просто девочка главная героиня, мальчики совершенно нормально это воспринимают, почему бы девочке не быть главной героиней, а сами истории, они для всех и про всех, для мальчиков и для девочек. Так, я покажу вам сейчас следующие книги, тоже очень игровые. Книга «Карусельный король». Здесь у нас главный герой – мальчик Федя, который очень любил кататься на каруселях. И однажды он так сильно раскрутил карусель, что улетел на этой карусели в космос. И в космосе он попал на необычную планету драконов. Там он с этими драконами играл, там много чего происходит, и даже он спасает в итоге планету. И иллюстрации. Кстати, об иллюстрациях прошлой книги я не сказала. Там иллюстратор Лена Кузнецова. Очень интересная, хорошая у неё иллюстрация. Она выкладывала ниточками, настоящими ниточками на макете, волосы Тайки и вообще других персонажей. Там и у собачки даже. Вот. У собачки и уши, и хвостик тоже были выложены ниточками. А здесь иллюстратор Наталья Шила. И иллюстрации очень хорошо дополняют текст, расширяют пространство. Вот, кстати, «Карусельный король» получилась книга, по которой хорошо ставить домашние спектакли. И здесь вы видите мальчика. Это мне присылала его мама. Вот она сделала именно вместе с этим мальчиком Серёжей, они сделали домашний спектакль, вырезали всех персонажей. Вот тоже, видите, сейчас я вам покажу. Вот у нас указка. Вот этих драконов они вырезали, кого-то делали из пластилина. В общем, у них получился целый такой семейный спектакль. И, кстати, по этой книге вообще у нас готовится спектакль по «Карусельному королю». Как можно ещё играть с этой книгой? Игры разные, есть более спокойные, есть какие-то такие очень живые, весёлые, энергичные. Ну вот, например, игра на кар и кор. Дело в том, что в этой книге есть ещё ворона, постоянная спутница «Карусельного короля Феди». Кстати, вот наш «Карусельный король Федя». У меня есть игрушки, с которыми я хожу тоже на мероприятия к детям. Мне их сделала Анна Снежина, замечательная кукольница. И вот «Карусельный король Федя» у него ворона, его постоянная спутница. Она всё время говорит «Кар-кар, кувыр-кар». И, кстати, начинается книга так «Кар-кар, кувыр-кар». Крутится карусель, а на карусели король сидит. И с этой вороной можно играть так. Так, причём в игру вовлекаются сразу все. Тут не надо выбирать каких-то участников отдельных для игры, потому что не всегда. Иногда дети стесняются, и им проще поиграть вот в одной команде, если никого не выделяют. Тогда они могут быстрее включиться в игру. Итак, ворона говорит «Кар-кар, кувыр-кар». Крутится карусель, а на карусели король сидит. И он летит за словом, которое начинается на «Кар». И мы задаём вопрос, кто первый поднимет руку и назовёт слово, которое начинается на «Кар». Кто-то поднимает, называет. Мы даём ему перо вороны. Ну, перья можно нарисовать, вырезать. Либо скопировать где-то. В общем, перья самые разные можно изготовить, как вам больше нравится. Потом дальше опять «Кар-кувыр-кар», «Крутится карусель». Мы летим за словом, которое начинается на «Кор». То есть вот здесь мы отличия «Кар» и «Кор» очень хорошо можем увидеть. Дальше, чтобы детей немножко запутывать, потому что они уже ждут, допустим, что было слово на «Кар», сейчас будет опять на «Кор» и опять на «Кар». Мы начинаем уже любые другие слоги. Или там «Набор», «Надар». И вот так мы играем в слова. Играем в слова. Естественно, тот, кто набирает больше всего перьев вороны, у кого было больше всего правильных ответов, тот у нас становится победителем, становится «Карусельным королём». И ему можно подарить шуточную корону, мы можем его короновать. Корону тоже из бумаги сделать или из любых подручных материалов. Есть более сложная игра. Вот одна из иллюстраций Натальи Шило. Наверное, моя любимая иллюстрация. Здесь как раз планеты. Видите, какие интересные планеты. Причём, кроме планеты драконов, на которой всё происходит, тут есть другие планеты. И они все очень разные и интересные. Это какая-то зелёная планета с такими домиками, серая планета с разными механизмами необычными, и такая жёлтая с ножками даже, вот она в ботиночках там куда-то идёт. И есть мостик между планетами. Вот эти планеты и разглядывание этих иллюстраций, это само по себе вот такой огромный простор для игры. Если вы играете дома с ребёнком, вот мама с ребёнком, вы можете просто пофантазировать, а что происходило на этих планетах. То есть вы прочитали вот эту историю про то, как Федя на планету драконов попал, но тут же ещё рядом другие планеты. Про них в самой истории не сказано ни слова. Но художница вот так расширила нам пространство и предоставила возможность придумать дополнительные истории с ребёнком и с ним поиграть. И поиграть, и поговорить, что могло происходить на этих планетах. Как я играю, когда у нас большая группа детей, и особенно если это реальная встреча, можно разделить детей на жителей этих планет. Вот жители зелёной планеты, серой планеты, жёлтой планеты. Они могут дать название своим планетам, могут что-то про свои планеты придумать. И дальше я им говорю, что они должны запомнить, как жители зелёной планеты смеются, что они при этом делают, вернее, как они выражают свою радость, как они выражают свою грусть и как они волнуются. Вот жители этих трёх планет, они по-разному радуются, по-разному волнуются и по-разному грустят. Например, жители зелёной планеты, когда радуются, они берут себя за ухо. Жители жёлтой планеты, когда радуются, они топают ногами. Жители зелёной планеты бьют по плечу соседа. Так, легонечко. И, соответственно, вот эти действия. Дети запоминают. А дальше, дальше ведущей игры, в данном случае я рассказываю какую-то историю про карусельного короля. Например, как он летит на планеты, и тут у него вот-вот упадёт корона. И жители серой планеты волнуются. Все, кто у нас изображает, кто у нас в команде серой планеты, соответственно, это показывают, как они волнуются, как я им рассказала, они запомнили это. Потом там радуются по какой-то причине жители зелёной планеты, изображают эту радость. Потом грустят жители жёлтой планеты. И вот так можно играть, можно такой заранее придумать какой-то рассказ, где жители этих трёх планет будут поочерёдно радоваться, волноваться. И грустить. И по-разному это изображается. И вы понимаете, да, что все это дружно изображают. Получается очень весело. Причём так можно играть не только по этой книге. По любой книге, где у вас есть разные планеты, разные острова, разные города, разные улицы, ну что угодно, да. То есть чтобы вы могли вот так вот по книге взяли, книгу прочитали, там это есть. И вы разделили детей на команды по такому принципу. И дети должны запомнить, что они делают в каждом случае. А ведущий, автор или библиотекарь, воспитатель, кто угодно, им читает этот рассказ, и получается очень весело. И тут все, все до единого вовлечены в процесс игры. Я очень люблю, когда идёт вовлечение сразу всех, потому что это помогает детям снять напряжение и убирает вот эту проблему стеснительных детей, да, которым сложно включиться в игру. Тут они в команде, они все вместе. Допустим, команда серых топает или хлопает, и они тоже топают или хлопают, и им всем хорошо и радостно, им не страшно, что там ни одного ребёнка вызвали что-то продемонстрировать, показать, а тут они все вместе. Поэтому я всегда, особенно в самом начале встречи, я использую вот эти игры для вовлечения всех. А потом уже может быть что-то и персональное для желающих, для самых смелых, потому что такие ребята тоже всегда находятся, которые хотят проявить себя и поиграть сами. Так, мы идём дальше к следующим книгам. И вот следующая книга «Портной зашивайка» с иллюстрациями Сергея Гаврилова. Наверное, многие знают этого художника. Если знаете, тоже нажимайте на огонёк. Я его давно знала и любила, и была очень рада, когда узнала, что именно Сергей будет иллюстрировать эту книгу. «Портной зашивайка». Это книга о том, как важно иметь любимое дело. И когда у нас есть любимое дело, когда мы горим этим делом, то мы можем совершать действительно любые чудеса. Вот «Портной зашивайка» он очень любит шить, шить, зашивать. И поэтому он может шить не только обычными иголками, а самыми разными предметами. Самыми разными предметами. Он там шьёт и карандашом, и вилкой, и шваброй. И чем он только не шьёт. И самое главное, что он и дыры-то зашивает не только обычные там в одежде, например, или в скатерти. Есть история, где он зашивает дыру в скатерти. Но он может зашить и дыры в отношениях. То есть люди поссорились. У него есть младший брат и сестра. И когда они ссорятся, между ними появляется огромная некрасивая дыра. И он может их помирить, он может зашить эту дыру. То есть вот такая история «Портной зашивайка». Кстати, «Портной зашивайка» и «Карусельный король» обе эти книги вышли в издательстве «Архипелаг». В издательстве «Архипелаг», если вы это издательство не знаете, то тоже очень советую вам обратить на него внимание. У них всегда очень интересные интересные и красивые книги. Каждая книга такой вот штучный экземпляр, можно сказать. Но каждая книга – это шедевр, не побоюсь этого слова, потому что там работает целая команда, замечательные художники. В общем, обратите внимание тоже на это издательство. У них много хороших книг. Рекомендую практически вот все. Не практически, а все. Так, мы идем дальше. У нас, оказывается, уже почти полчаса пролетело. Так, самолетный кот. Самолетный кот тоже сегодня здесь со мной. Вот такая игрушка. Самолетный кот. Она уже немного потрепанная, потому что дети на всех мероприятиях обязательно этого кота гладят, обязательно хотят его подержать в руках, поиграть с ним, загадать с ним желания. Самолетный кот. Он летает в самолете, как вы понимаете, но летает не просто так. Он летает как член экипажа и помогает и детям, и взрослым справляться со своими страхами, прежде всего со страхом полета. Он сидит под креслом у того, кто больше всего боится летать. А потом вылезает из кресла и рассказывает смешные истории, и тоже помогает снять стресс. Он не просто хороший фантазер, веселый кот, он еще и кот-психолог. Он помогает справляться со своими страхами. И читая эту книгу, можно и поиграть об играх. Я тоже расскажу. У нас самые разные игры по самолетному коту. И можно просто поговорить с ребенком о его страхах. Причем страх полетов может быть только поводом для разговора. Не обязательно у ребенка быть страх полетов. У него может как раз этого страха не быть. Он может бояться темноты, высоты, воды, там чего угодно. Или чудовищ под кроватью. Но это как раз повод поговорить о своих страхах. О страхах ребенка. И о своих, кстати, тоже. Потому что мне очень понравилось, как писала одна мама отзыв на книгу «Самолетный кот». Она со своими дочками прочитала книгу. И дочки как раз не боятся летать. А она очень боится. И она сказала, что дочки, прочитав эту книгу, они сами придумали игры, как маме преодолеть страхи. Как маме не бояться летать. И это мне тоже кажется очень важным моментом, когда дети уже, когда дети думают о том, как бы им помочь взрослым что-то преодолеть, справиться с какими-то ситуациями. И они сами себя чувствуют тоже взрослее. Так, «Самолетный кот». Еще с этой книгой можно просто рассказать ребенку о том, как устроен самолет и как проходит полет. То есть если маленький ребенок никогда не летал и еще ничего об этом не знает, вот в форме игры вы можете устроить такой виртуальный полет. Потому что здесь очень интересный экипаж, вся команда. Вот, например, у нас тут бортпроводница Маша. Пилоты очень интересные. И, например, можно узнать, что такое турбулентность. Что такое турбулентность? Я вам коротенький отрывок прочитаю. Вот мы вместе с котом даже прочитаем. Итак, впереди у нас зона турбулентности. Маша говорит, турбулентность – это злая ведьма. А я думаю, вовсе она не ведьма. И зову ее Мур-мур-лентность. Почему? Потому что это воздушная кошка. Большая-пребольшая. Больше самолета. И однажды, сто полетов назад, летели мы, летели, гудели мы, гудели и разбудили Мур-мур-лентность. Захотелось ей поиграть с нашим самолетом, как с мечом. Толкнула она его правой лапой, толкнула левой. Самолет качнулся вправо, качнулся влево. Мур-мур-лентности понравилось его качать. И самолету понравилось качаться. А пассажирам нет. Хотя им-то что? Они были пристегнуты. Только мне ремня безопасности не хватило. Начал я по самолету летать и лапами махать. Почти как крыльями. Все качаются, а я лечу и пою. Я самолетный кот, Мур-мур, летаю круглый год, Мур-мур. Пассажиры смеются, а Маша кричит. Пристегните кота, пристегните кота. Она так за меня испугалась, что даже имя мое забыла. Честно говоря, я и сам испугался. Поэтому запел еще громче. Я самолетный кот, Мур-мур, Летаю круглый год, Мур-мур, Бумс, Мяу. Врезался головой в полку над креслом. Аж искры из глаз посыпались. Больно и обидно. Тут я услышал, что мне кто-то подпевает. Мур-мур-мур, Мур-мур-мур. Но поют не внутри самолета, а снаружи, в облаках. Я прислушался и понял. Это Мур-мур-лентность. Макс, позвала она меня. Спой еще. Я люблю, когда мне колыбельные поют. Я снова запел, а Мур-мур-лентность перестала самолет качать. Зевнула и сказала, Какая хорошая песня. Мур-мур-мур. Только я не Мур-мур-лентность. Я Турбулентность. Запомни. Я хотела у нее спросить, ловит ли она в небе облачных мышей. Но она уснула. Вот такая история про Турбулентность, Мур-мур-лентность. Дети сразу ее запоминают. Она им очень нравится. И мы тут играем, поем вот эту песню самолетного кота. Опять же, можно как-то разделиться, спеть по командам, кто это сделает громче, веселее. Вот эту песню все поют с удовольствием. И потом, когда у нас заканчивается мероприятие, очень приятно, когда бывает, если я провожу его в школе, и уже после этого иду потом по коридору и слышу, дети поют. Я самолетный кот, Мур-мур, летаю круглый год. То есть вот эта песенка, она такая прилипчивая. И вообще, самолетный кот из моих героев, наверное, один из таких любимых у детей. Мне присылают очень много рисунков. Вот несколько рисунков я тоже вам тут покажу. Самолетный кот всегда вдохновляет детей на какое-то собственное творчество. Кто-то мне присылал даже кота, сшитого кота. И шьют игрушки, и рисуют, и пытаются сделать что-то еще, придумать какие-то истории, придумать других котов. Там мне присылали и трамвайных котов, автобусных, кот из поезда, кот ракетный, в общем, самые разные коты. Книга «Самолетный кот», кстати, вышла тоже в издательстве «Росмен», как и «Расплетайки». А иллюстратор Инга Валиулина. И вообще, эта книга вышла в очень интересной серии. Серия называется «Полосатый слон». Опять же, если вы не знаете про эту серию, обратите на нее внимание, потому что там все книги игровые. Абсолютно все. Эта серия именно так и задумывалась. С каждой книгой там можно поиграть. Можно поиграть, допустим, есть «Желтая курточка», «Красные сапожки». Вы вышли на прогулку и играете с этой книгой. Есть «Фукля», это вот прям полностью такая интерактивная книжка, там прямо сказано книгу потрясти, закрыть, открыть и прочее, то есть это интерактивная. Есть книга, где считаем овечек перед сном, то есть это игра на ночь, когда вы собираетесь укладывать ребенка спать. Есть книга «Макс Шмякс», там появляется что происходит, когда в вашей семье появляется питомец, там появляется собака и тоже они очень хорошо играют с мальчиком. Есть книга, когда утренняя такая, да, сбор и семья собирается кто-то на работу в детский сад и там есть семья у Литкиных, они очень весело собираются и вообще весело добираются до работы у Литкиной вперед. Ну, в общем, это не все книги, которые в этой серии, но вот серия такая игровая, полосатый слон и именно в этой серии самолетный код. Поэтому, если вы хотите игровых книг для вашего, допустим, детского сада, для вашей библиотеки, то обязательно обратите внимание на вот эту книгу «Полосатый слон». Там, можно сказать, игры на все случаи жизни, но они просто вплетены в истории. То есть у вас есть история, вы ее читаете, и в этой истории вы сами увидите, как поиграть. Может быть, придумайте даже свои игры, которые автор и не имел совершенно в виду, автор, может быть, играет по-своему на каких-то встречах. Кстати, в последнее время, конечно, мне пришлось проводить больше встреч виртуальных, чем реальных. В связи с пандемией мы все перешли в Zoom и вот в эти встречи. Но я не скажу, что это намного сложнее. То есть сначала было, конечно, страшно, как будет, потому что нет вот этого контакта прямого с детьми, иногда подводит связь. Но связь – это самая большая проблема, на самом деле, когда подводит связь. А так встречи проходят тоже очень весело и активно. Можно, опять же, использовать разные игры, игры с вовлечением всех. Здесь лучше использовать, потому что как раз вы тут не знаете и не сможете определить по ту сторону экрана, кто у вас из ребят более такой активный, кто нет, потому что их плохо видно бывает и не всех видно на экране. Поэтому здесь лучше использовать игры для всех. Так, сейчас я еще немножечко… А, ну вот это у нас игры, кстати, вот здесь, вот это была реальная встреча по расплетайкам еще проводилась в Ростове-на-Дону. А вот как у нас проходят виртуальные встречи. Виртуальные встречи, я на экране, мне потом присылают фотографию, дети с книгами. Конечно, на встречах очень много зависит от того, как организатор это все подготовится ранее. То есть будут ли дети уже знакомы с книгами, знакомы с автором? Ну или вообще будут ли они представлять, на какую встречу они идут? Потому что, увы, бывает так, что приводит педагог детей на встречу, я с таким сталкивалась, и в реальности, к счастью, не часто, но бывает. Когда сам педагог без интереса, он привел для галочки в библиотеку провести встречу. Вот встречи для галочки проводить никогда не надо, потому что никому от нее пользы и радости не будет. Ни классу, ни автору. Хотя у меня в итоге все равно складывался контакт, получался контакт с детьми, и у нас получалось интересное мероприятие. Но, тем не менее, когда я вижу, что педагог привел так, что дети даже не знают, куда они шли, зачем они шли, что тут будет, то это не очень хорошо. И как раз у меня был вопрос от Марины Александровны, от Марины Александровны, по-моему, да, был вопрос, как я думаю, есть ли у библиотеки будущее, и какая она библиотека будущего. Я думаю, что у библиотеки однозначно будущее есть. Библиотека – это как такой крупный культурный центр, где мы можем не просто, где мы не просто приходим за книгой, а проводится ряд интересных мероприятий для детей. Но вот как раз мы заговорили о мероприятиях для галочки, и мне кажется, что библиотека будущего будет, вот у библиотеки будет, вернее, будущее, простите за тавтологию, если предоставить детям максимум свободы и самовыражения. То есть, чтобы дети могли собираться в какие-то клубы при библиотеке. И, может быть, не всегда они приходили бы со своим преподавателем, а как-то могли бы даже сами организоваться. То есть, вот предложить детям, хотите вы такой клуб, приходить и обсуждать книги. Кстати, это очень актуально, и многим детям это интересно. Особенно подросткам, младшим подросткам, они с удовольствием собирались бы и обсуждали книги, которые они хотят сами. То есть, чтобы они могли больше проявлять инициативу. Тогда им будет это интересно. Так, я тут заодно смотрю по вопросам, потому что у нас уже 20 минут, чтобы я успевала и на вопросы ответить. Так, вот вопрос был от Дарьи. Какие сюжеты и темы увлекают детей и с чего написать, написание, с чего начать написание детской книги, которая зайдет читателю? Какие сюжеты и темы увлекают детей? Самое разное. Вот все, что связано с жизнью ребенка, все, что связано и с его реальной жизнью, и все, что он может нафантазировать, то есть, жанры абсолютно любые, темы любые, ну, зависит от возраста, конечно. С чего начать? Лично я часто начинаю с персонажа, с интересного героя. Потому что, если у меня есть интересный герой, который в первую очередь интересен для меня и который может увлечь остальных и повести за собой, то, в общем-то, и сюжет уже сразу складывается. Вот такими героями у меня как раз были и есть, да, самолетный кот, тайка-расплетайка, необычная девочка с косами, карусельный король Федя, ну, и, в общем-то, почти любую мою книгу, если вы возьмете, там будет какой-то яркий, необычный герой. Конечно, можно начать с чего-то другого. Может прийти в голову именно какой-то сюжет, а герой уже потом подтянутся под этот сюжет. Может вас сильно волновать какая-то проблема, которую вы хотите обсудить, то есть вы о чем-то хотите поговорить с читателем, и вы можете начать с этой проблемы, а там дальше уже все на нее нарастет. То есть у всех по-разному, но вот эта вот фраза «книга, которая зайдет читателю». На самом деле, мне кажется, ни один автор не садится вот так вот и не думает, что такое написать, чтобы это зашло читателю. Мы в первую очередь думаем о том, что интересно нам, что внутри, кипит, кипит, бурлит, о чем мы хотим поговорить или какую историю мы хотим рассказать для маленьких или для детей постарше. То есть в первую очередь думаем об этом, потому что если это неинтересно автору, вряд ли это вообще кому-то будет интересно. Так, что еще? А вот я тут еще не ответила на вопрос о своих любимых писателях, о своих любимых писателях современных. Например, это «Водолазкин». Я с большим удовольствием открыла для себя этого автора несколько лет назад и читаю все его книги, ну или почти, почти все. Вот, наверное, «Водолазкин» на данный момент у меня любимый писатель. Так, всегда интересно узнать истоки творчества, победительные мотивы писательского труда и вдохновения. Ну вот я вам рассказываю, как все начиналось с детства. Когда меня спрашивают о вдохновении, я всегда так шутя отвечаю, что на самом деле вдохновение ко мне не приходит, оно просто со мной живет, оно всегда со мной. Но это так и есть, потому что меня вдохновляет все, что меня окружает, и я никогда не жду мифического вдохновения, я просто сажусь и начинаю работать, вдохновение сразу приходит. Так, на этот вопрос я уже ответила. Сейчас у нас что-то еще появилось в вкладке «Вопросы». В вкладке «Вопросы». Так, подскажите, пожалуйста, как вы знакомитесь с иллюстраторами и издателями. Так, с иллюстраторами и издателями. Но я рассказывала о начале своего пути, как я вышла на издателей, еще когда я была совсем неизвестным автором. Это, тут помогают конкурсы. Конкурсов много разных. Нужно участвовать начинающему автору везде, а там дальше уже как сложится. И, конечно, можно просто отправлять в издательство свои тексты. Вот сейчас, в данный момент, я уже, мои книги выходили и выходят, наверное, в восьми издательствах. Я даже, не знаю, точную цифру сейчас не назову, но, в общем, я работаю с несколькими разными издательствами. Иллюстраторов чаще всего находит издатель сам. То есть, и, ну, издатели такая политика, они берут текст, мы заключаем договор с издателем, а дальше уже издать книгу забота издателя. И, соответственно, у него есть свой взгляд, как эта книга будет выглядеть. И он находит художника. Ну, конечно, автору говорят, кто художник, показывают какие-то эскизы, но я стараюсь сильно в это не вмешиваться. Если только мне предлагают туда самой поучаствовать, тогда да. А так у художника тоже должна быть свобода, чтобы он мог создать, как, допустим, Наталья Шила в книге «Карусельный король», чтобы художник мог дополнить, создать какое-то своё пространство, что-то интересное, поэтому у него тоже должна быть свобода. В общем, иллюстраторов чаще всего находят издатели. По крайней мере, те издательства, с которыми я работаю, там именно так. Знаю, что иногда бывает, автор ищет иллюстраторов в каких-то издательствах и это практикует. Но я с этим не сталкивалась. У меня издатели сами находят художников, и все художники оказываются отличными. Я всегда выбором издателя довольна. Ну, по крайней мере, мне так везло, у меня складывается именно так, что каждый раз я вижу иллюстрации и понимаю, лучший выбор сделать было просто невозможно. Так, и ещё один тут я вижу вопрос, как пригласить меня в школу на мероприятие. Всё зависит от того, в каком вы городе живёте. Потому что я сама живу в Краснодаре, часто бываю также в Москве. Поэтому Краснодар и ближайшие города к Краснодару и, соответственно, Москва, ближайшие города к Москве, там проще всего провести реальную встречу. С остальными городами мы встречаемся больше виртуально. То есть виртуальную встречу мы можем организовать, пишите мне. Мы это сделаем. Если вы хотите пригласить меня в свой город, то там уже будет вопрос проезда и проживания. Вот. А так я открыта для приглашений. Пишите мне, мы проводим много интересных встреч с библиотеками, со школами, с детскими садами. Так. Вот был вопрос, какие новые книги у меня появились или вот-вот появятся. Одна из таких книг, которую я жду в декабре, вот она должна уже из типографии скоро приехать, это «Дедушка Брикатук». Дедушка Брикатук это такой нестандартный дедушка. Он веселый, забавный, он немного чудаковатый, но самое главное, он все время придумывает разные игры. И как раз к нашей теме игровых книг «Дедушка Брикатук» тоже очень игровая книга, причем там игровой и сам текст в игровой форме ребенок знакомится с бытовыми, осваивает какие-то бытовые навыки. Начиная с того, чтобы одеться, почистить зубы. Всему этому учит дедушка в форме игры. И в каждой, после каждой истории есть еще задания. Специальные игровые задания что-то сделать на закрепление. То есть вот такую книгу мы придумали с издательством «Добрый великан». И скоро она появится. Так, вот еще одна новинка. Тоже книга уже в типографии. Это опять же издательство «Росмен». Вежливая книга. Вежливая книга. Ждем ее, я думаю, в январе после праздников она должна уже по идее появиться. Вежливая книга, как вы понимаете, это книга о правилах поведения. То есть правила поведения это всегда такая тема для каждого ребенка нужная, но в то же время хочется рассказать ее так, чтобы ребенку было не скучно, чтобы ему было интересно, чтобы ему правда захотелось это все узнать. Захотелось все узнать и захотелось это освоить. И поэтому вот такая книга появилась. Так, что-то у нас еще в чате. А, спасибо, прекрасные книги, очень интересный вебинар, спасибо вам огромное и вам спасибо. Так что вот эту книгу тоже имейте в виду. Пока она в типографии, но скоро появится вежливая книга. Там интересные истории для детей, сказки. И после сказок уже советы, как и что лучше, лучше делать, чтобы быть вежливым. И, кстати, в этой книге есть замечательная собака. Вежливый пес Вежлигав. Вежлигав, который тоже интересно обо всем этом рассказывает. Так, что я вам еще хотела показать. Вот эту книгу «Замок новогодних секретов». Она очень актуальна сейчас, перед Новым годом. Самая такая, действительно, моя новогодняя книга. И здесь это и художественная история, и в то же время познавательная, потому что с этой историей дети могут познакомиться с традициями разных стран, с традициями отмечать Новый год. Мальчик и девочка 31 декабря попадают в волшебный замок, где открываешь любую дверь и выходишь сразу в ту или иную страну. Например, в Испанию, в Мексику, в Японию. И, соответственно, в каждой стране они становятся участниками каких-то событий, с ними происходят разные приключения, и они знакомятся, как там празднуют Новый год, какие есть традиции. По этой книге мы с художницей придумали целый квест, проводили его. Вот, смотрите, она нарисовала такие ключи по каждой стране. Ключ. Вот. Например, что это такое, да, дети должны угадать, что это за страна. Тут есть маска, явно любят карнавалы, и есть виноградины. А кто-нибудь знает, что это за страна? Может, вы тоже угадаете. Пишите в чате, если кто-то угадает. Виноградины. Есть, да, вот Италия, но на самом деле это Испания, хотя в Италии тоже есть такая традиция. Эта традиция есть в Испании, и в Италии, и в Мексике. Съедать 12 виноградин новогоднюю ночь. Так, сейчас я вам еще какой-нибудь ключ покажу. Кто вот это угадает? Тут есть трубочистый и скрипичный ключ. Ну, я не буду, у нас времени не так много, конечно, чтобы угадать, я вам просто расскажу. А, вот, кто-то даже угадал сразу Светлана Ляхова. Это Австрия. Это Австрия, совершенно верно. Там есть такая традиция, на новогоднюю ночь надо обязательно прикоснуться к трубочисту на счастье. И у них продаются даже конфеты в виде трубочистов и просто сувениры. А еще они очень любят танцевать вальс. Австрия, родина вальсов. И на площади любят танцевать вальс Штрауса. В общем, вот такие вот ключи у нас были, по которым дети, дети, которых, естественно, мы разделили сначала на команды, они угадывали, угадывали из каких стран эти ключи, что это за традиции такие, получали за это фишки, естественно, потому что потом мы должны были определить команду победителя. Вот, например, здесь грабли и что-то для рисования. Это была Япония. В Японии дарят грабли на счастье, загребать счастье. Вот так вот. А почему рисунок? В Японии есть очень интересная традиция. Свою мечту надо нарисовать на листике и положить его в новогоднюю ночь под подушку, когда уже ребенок ложится спать, чтобы мечта наверняка исполнилась. То есть вот здесь много такого, что будет интересно почитать просто и с ребенком дома и попробовать потом это сделать. Допустим, сказать ребенку, давай, у нас этот Новый год будет как в Испании. Или японскую традицию возьмем на вооружение. И можно также провести какую-то большую игру. Вот я вам покажу, как она проходила у нас в библиотеке. Это наши команды. Вот видите, тут лежат ключи. Ключи они уже разгадали от каких стран. А дальше они получали вот на этих листиках были написаны новогодние поздравления из разных стран. Но они были разрезаны. Вот, например, нам надо было угадать поздравления из Испании, из Италии. Нет, из Испании. Фелис, Ноэва, Аня. Да, вот три слова. Они написаны на таких карточках, вот, на разных. И есть еще из трех стран поздравления, которые тоже вот так разделены на карточках, и они все перепутаны. То есть собрать поздравления из одной страны, не зная языков, конечно, очень сложно. Очень сложно, но дети пытались как-то по звучанию, как, что, и по крайней мере те, кто более полно собирал, естественно, та команда и выигрывала. То есть вы можете здесь любые, не обязательно те страны, которые в книге, вы можете взять любые поздравления с Новым Годом на разных языках. Главное, чтобы в каждом поздравлении было по три слова. И разделить его вот на такие карточки, все их перепутать, пусть потом собирают, где, где какое поздравление из какой страны. Тоже такая интересная игра у нас получилась. Так, это у нас уже ссылки идут. Ссылки вы потом посмотрите. Конечно, ссылки я дала примерные. То есть, например, самолетный код я дала на Вальберес, а он есть и на Зоне, и Читай-городе, и других. И точно так же каждая книга и в других магазинах. Просто есть три основных магазинах, если вы вдруг ими еще не пользуетесь, если с ними не знакомы, то я советую познакомиться. Это Вальберес, Озон и Лабиринт. Там, в общем-то, все книги можно найти. Но некоторые издательства не работают с Лабиринтом, в частности Росмен, Архипелаг, поэтому ищите книги на Озоне либо на Вальбересе. Ссылки вы потом можете посмотреть. А, и вот еще очень важная ссылка на мою группу ВКонтакте «Книга приключения». Я всех туда приглашаю, потому что в этой группе я не только делюсь новостями, какая книга вышла или что я сейчас пишу, чем я занимаюсь, это я тоже рассказываю, но в группе практически постоянно проходит какой-то конкурс и проходят розыгрыши книг. Поэтому вы можете из своих читателей, читателей библиотек, либо если у нас педагоги, то детские сады школы тоже очень часто обосвечаются конкурсом. Конкурсы самые разные. Например, сейчас у нас проходит конкурс по вот этой книге, я к ней вернусь, по книге, которая у нас уже в типографии, вежливая книга, и у нас проходит вежливый конкурс, надо нарисовать, сделать фотографию, либо нарисовать на тему «Вежливость эта», и уже поступают работы. Соответственно, потом я выбираю победителей, и они получат авторские экземпляры, которые приедут ко мне, поедут к победителям этого конкурса, так что вы тоже можете выиграть, может быть, это будет ваша библиотека. Пожалуйста, участвуйте, присоединяйтесь к группе книга-приключения, и там вы сможете поучаствовать. Так, я смотрю, у нас осталось совсем три минутки, я еще успею вот такую книгу показать. «Смешные половинки», тоже игровая книга, тоже издательство «Росмель», я здесь была переводчиком стихов, здесь можно собирать зверюшек вот так по половинкам, и стихи тоже, и получается очень смешно, когда это все соединяешь и читаешь вместе. То есть, мы здесь изучаем домашних животных, и в то же время фантазируем, придумываем каких-то необычных животных, складываем картинки, складываем стихи. Тоже такая книга есть. Так, есть еще так, это я вам все показала, есть книга стихов «Балконная история», вот, «Балконная история», по стихам мы тоже играем. У меня там есть стихотворение «Разминка», оно называется «Потягушки». Улица тянулась вдоль большой дороги, и мы показываем с детьми, вытянула руки, вытянула ноги, вытянула шею, встала на носочки, а потом вздохнула, мы все так глубоко вздыхаем, и надула щечки, дотянулась до угла, снова тянемся, тянемся, ну, а дальше не смогла. То есть, вот, по стихотворению тоже можно сделать такую разминку. Да, я читаю все ваши благодарности, спасибо тоже вам за то, что вы сегодня здесь со мной, и давайте, наверное, напоследок у нас две минутки, я вам прочитаю еще одно зимнее стихотворение, вот из книги «Балконная история». «Когда на улице зима, скучают в городе дома, серьезные и важные дома, многоэтажные, как только мы ложимся спать, они бегут в снежки играть, и каждый дом спешит тайком слепить огромный белый ком, снежинки ловят на бегу, а утром весь стоит в снегу». И вот покажу иллюстрацию. Я, конечно, рассказала далеко не обо всех своих книгах, но вы сможете все это найти, если захотите, и готовится много новых книг, так что подключайтесь к моей группе «Книга приключения», вы будете в курсе всех новинок, когда они выходят, и сможете поучаствовать в розыгрышах. Вам тоже спасибо. А презентацию можно скачать, да. На Фейсбуке я тоже есть, да, вы меня так и найдете, Марина Тараненко. Есть на Фейсбуке, Вконтакте, в Инстаграме, есть везде. Так, здесь у нас вопросов не было, здесь я все успела ответить. Кажется, я на все вопросы успела ответить, да. А вот еще был вопрос про творческие планы. Ну, про творческие планы, я думаю, я вам тоже рассказала про книги, которые готовятся. Сейчас у меня новые договоры я заключила с издательствами. 14-14 штук в этом году. То есть это все новые книги, которые будут выходить в следующем году и дальше. А я пишу новые истории. Спасибо вам тоже. Так, ну все, тогда наше время уже прошло. Давайте прощаться. До свидания. Все, до свидания.